Тираспольский шериф сегодня провел открытую тренировку. В этом межсезонье еще не было возможности увидеть команду. Было только два закрытых спарринга. Покровы сняты перед камерами новички, лидеры и главный тренер Степан Томас. И его первое интервью в новом Амплуа. Хорватская речь на тренировочном поле. В истории шерифа это в четвертый раз. Главный на поле Степан Томас. Какой футбол планируют поставить тираспольчанам, пока не ясно. Если судить по тренировке, очень энергичный. Новый главный тренер шерифа сейчас так сам активен на тренировке, как будто он сам может в Лиге чемпионов против Зрински выйти на поле и прям вспомнить свою успешную молодость, бытность игроком. Степан Томас выигрывал кучу разных чемпионатов и в Турции, и в Хорватии. Ну и дважды становился чемпионом России с Рубином. Потом в тренерской карьере он начинал именно в Турции с турецкими командами. Там особо больших успехов не добился. Но сейчас у него прям сразу такой важный вызов. Это Лига чемпионская игра и это будет его дебют за тираспольский шериф. Тренерский штаб разговаривает на хорватском только между собой. В поле в ход идет английский или помогают переводчики. В запасе у Томаса есть еще и русский, а это уже для преднестровской прессы. Первое интервью и сразу громкие обещания. Новый Евросезон будет не хуже предыдущего. Самое важное, что вот эта команда в прошлый год это хорошие результаты сделала. Я думаю, что вот эта команда, когда смотрели в прошлом году и сейчас, я уже видел, что это хорошая, сильная команда тоже в этом году. И что они могут сделать вот эти результаты, которые сделали год назад. Я уверен. В центре внимания еще один балканский Степан. Речь идет о Раделиче. В контексте противостояния со Зрински главное лицо в команде. Во-первых, он боснеец. Во-вторых, за молодежку соперника шерифа по первому раунду квалификации когда-то сам играл. Показать согражданам, где он играет сейчас, не получится. Босницы обратились в УФА с просьбой о переносе ответной игры. В итоге 12 июля. Кишинев-Зимбро. Это плохо для нас. Я думаю, что у нас хорошая концентрация. Если мы играем здесь, если играем там, у нас нужно идти в чемпионскую лигу, пройти в группу. И это самое важное, как углавить. Разделения на старичков и новичков на открытой тренировке не было. Например, Лужке и Раделич тренировались с этим Веном. А его приобретение объявили два дня назад. До старта в Лиге чемпионов остается пять дней. Первая игра против Зрински на выезде. 6 июля в 21.00. Новый поход в Евровесну.